друзья всем привет это прямой эфир инстаграм немножко подождем пока присоединятся участники к эфиру прекрасно вижу 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 вас всем доброго времени суток пока вы присоединяйтесь я хотела сделать такое маленькое объявление я планирую эфиры прямые перенести на наш канал на youtube я это сделаю ближайшее время и в инстаграм скорее всего я буду просто давать пост сообщение о том когда будет эфир потому что очень большой запрос именно на прямые эфиры на канале youtube я не знаю как наша аудитория в инстаграм пока на это отреагирует но в любом случае я могу потом ссылки рассылать на на новое видео просто из-за того что сейчас инстаграм мало у кого хорошо работает больше аудитория на youtube и там людям легче присоединяться вот поэтому вы можете просто под этим видео написать да сложно с вебина выходить в инстаграм ну вот видите отлично отреагирует вот хорошо мне нужна ваша обратная связь поэтому вы скажите какая у вас реакция на эту новость потому что я уже как бы устала сопротивляться сопротивляться потом подумала почему не сопротивляться если я понимаю что вам это нужно я-то сделаю лучше то что вам нравится чем то что вам не нравится вместо того чтобы что там все время чем-то бороться друзья вижу что ваши уже комментарии пошли я щас остановлю ленты и буду искать то что будет интересно всем хорошо здравствуйте приснился сон мужу идем вдоль реки к нам плывает осетра я взяла куртку мужа и словила эту рыбу сначала упустила она успела ухватить может стоял в шоке от того как я быстро поймала похоже на беременность вот смотрите это для всех теперь не только для девушки которая написала этот комментарий символ рыба он как правило давайте я напомню что на проекте весь сонник составлен на основе аналитики уже сбывшихся снов потому что проект самая большая площадка в мире где собрана именно база снов от участников проекта от посетителей и мы на основании именно аналитики сбывшихся снов делаем сделали весь сонник я сделаю я понимаю что у нас команда большая но за это ответственная если брать сны про рыбу главным образом они реализуются в двух основных категориях первое рыба может означать доход улов рыбака это уже образа и тут для подсознания это не те доходы которые люди получают как подарки как выигрыши как наследство это не то это то что заработано потому что рыбу нужно самому словить если вам приснится что кто-то ловит вам отдает рыбу может быть кто-то поделится своей прибылью но я такого не встречала пока все свою рыбку ловят сами и забирают ее себе никто никому ее не отдает может быть по схеме сна такое что вы видите действие других людей но тогда это будет понятно мы не будем это обсуждать но первая категория это когда снится рыба что ее ловят и это означает потом доходы доходы в таких снах ловит ни одну рыбу обычно это идет как ну какой-то промысловый лов когда много рыбы или она какая-то очень большая рыба и еще как можно определить что это касается именно доходов смотрите либо кто был рядом с вами до либо где это происходило потому что по персонажам сна можно понять в какой ситуации произойдет реализован сон будет реализуется этот сон если вы видите что все у вас не происходит на работе то это не будет касаться но я не знаю здоровье скорее всего вот эта сфера место может означать место исключения бывают что допустим что-то может касаться здоровья да но в то же время это произойдет с человеком на работе как вот женщине снялся сон что она увидела коллегу и на работе его ударила током и потом у него был сердечный приступ в реальности и это произошло на работе то есть место работы означало место работы но касалось здоровья и жизни этого человека это уже квинтэссенция символов но в чистом виде как вы можете определить сферу которой касается сон где все происходит и кто с вами рядом у вас вас не муж это касается чего-то что произойдет между вами я веду к второй категории того как сбываются эти сны вторая категория это зачатие беременность беременность когда ловят рыбу во сне и она хорошая это рыба живая хорошая рыба потому что иногда женщинам снится замерзшая беременность как мертвая рыба они понимают что рыба мертвая то есть об этом конкретной информации когда нормальная живая рыба это значит благополучная хорошая беременность во сне вы и муж понимаете это же почему-то он удивится что что-то произошло быстро скорее всего это так потому что рыба была одна то есть здесь указание на то что скорее всего это касается беременности они доходов потому что вы же можете доходы в семье увидеть да почему-то которые заработаете вы с помощью его потому что его куртка была это может быть но обычно тогда ловят много рыбы вот то что рыба 1 это может указывать на то что эта беременность еще хорошо вспоминать обращать внимание на то какая была вода в реке это очень важно потому что чистая вода всегда означает хорошее крепкое здоровье вот во снах обращайте внимание на воду если человек болен ему будет снится мутная вода грязная вода потом когда дело идет на поправку то есть человек выздоравливает вода во снах начинает появляться чистая вот в эти периоды обращайте внимание на воду хорошая кристальная чистая вода это вообще всегда хороший символ он означает что то что вы видите во сне она получится так как вы хотели бы то есть для вас это будет хорошо мы еще называем между собой знаете такое просто речь и что это как исполнение желаний но это просто речь и я не хочу все сводить к такому утрированному ответу потому что во снах очень много информации я хочу вам объяснить все сложные связки компиляции символов а это все это вы можете в нашем сонике прочитать ну такое простое что это может значит но вы должны понимать что не надо выдергивать из контекста один какой-то символ не делайте так никогда потому что вы можете вообще так никогда не не научиться понимать сны понимаете поэтому всегда учитывайте что каждый символ он имеет положительную отрицательную характеристику он имеет связь с другими символами это все оказывает влияние точно как жизни не бывает что-то белого или черного только белого или только черного все всегда в каких-то комбинациях иногда бывает хорошее событие но она имеет какой-то неприятный привкус нескольких событий которые будут внутри этого события то есть они параллельно будут но это не значит что это хорошее событие не произойдет и так далее и так далее все как и в жизни вот сон то что вы видите во снах сны бывают трех категорий это сны о прошлом сны о настоящем сны о будущем я давно это не не говорила я проговорю потому что у нас аудитории много новой чтобы вы понимали что во снах вы видите не только будущее во снах вы видите не только то что с вами происходит сейчас и уж конечно не то как некоторые говорят что вы можете видеть только то что с вами происходило это ерунда это элементы память вы можете видеть информацию о том что происходит сейчас и в будущем используя свои элементы памяти это нормально но это не значит что вы будете видеть прошлое прошлое может во снах очень часто как повторяющиеся сны серии снов приходить тогда когда вы не не смогли прожить какой-то момент и отпустить его и вы до сих пор оно событие уже далеко в прошлом а вы застряли эмоционально ментально понимаете на этом событии и не отпускайте его ну обычно это не очень хорошие сны у нас почему-то в человеческой нашей натуре закодировано то что мы можем легко долго ждать легко принять что-то хорошее и очень быстро его забыть не сказав спасибо а вот когда что-то не так мы будем это так муссировать и так будем это вспоминать жалеть себя и винить кого-то и вот в таком состоянии люди могут на года целые застревать и так вот прямо плакать над этим прошлым вот на данным в большинстве случаев нет прошлое это опыт его надо воспринимать как опыт сказать легко сделать сложно но понимать процесс нужно рада вас видеть я тоже всех рада видеть короче ура я тоже ура снится сону что разговариваю с умершие семь лет назад тетей мужа она спрашивает как у нас дела и больше ничего ну как бы нету особой информации в этом сне почему потому что обычно люди которые уже ушли ушли умерли да вот если взять тоже аналитику сбывшихся снов очень часто умершие покойные люди снятся очень часто вот люди из-за этого они не понимают что они видят они боятся таких снов не надо бояться таких снов почему потому что в большинстве случаев это символика прошлого что-то из прошлого либо возвращается либо повторится когда снится что умерший человек живой во сне это что-то что умерла вернется вот вы считали что этого больше вашей жизни нет а она возвращается и там уже надо смотреть кто именно снится потому что это тоже часть информации о том к чему это вот тетя когда снятся умершие кто-то из родни обращайте внимание на то какое у вас впечатление осталось об этом человеке потому что во многих случаях очень часто снятся те люди которые вас любили а вас беспокоились у вас были хорошие отношения и когда они приходят во снах они либо поддерживают вас либо если вы видите что человек делает что-то пытаясь вас остановить это значит что он вас предупреждает что вы делаете что-то не то то есть либо он злится либо он знаками показывает либо проговаривает тот там уже кому как удается это сделать с уровня подсознания тетя вот какие у вас отношения были с этой тете вот почему она вас об этом спрашивает может быть иногда такое бывает периоды когда перед пасхой тем кто покинул земной план им легче часть их сознание она может возвращаться еще физический мир и они таким образом возвращаются потому что вашем сне нет ее конкретного намерения есть просто ее вопросы то как она спрашивает она может в реальной жизни так сейчас через кого-то из родственников у вас спросить как у вас дела и вы это даже вы условите что вас кто-то точно так же спрашивает больше здесь нет никакой информации здесь нет предупреждения здесь нет ни о чем сожаление потому что иногда люди которые вас любили потом они ушли там допустим бабушки прабабушки вот кто вас о вас беспокоился кто действительно вам желал добра и кто вас опекал они потом могут приходить во снах и видно что они как бы поддерживают потому что они чувствуют что вам плохо они так делятся своей энергией вас поддерживают но у вас тут ни одного ни другого ни третьего нет просто ее любопытство хорошем смысле этого слова здрасте к чему снится примерять брюки длиной метров десять так когда девушкам либо женщина снятся брюки это всегда имеет некий деловой аспект потому что для подсознания во сне именно во сне понятно что сейчас уже многие женщины так залезли в брюки и так привыкли к ним и сделали частью своего гардероба что если полезут к себе в шкаф то платье либо юбку уже с трудом найдут вот как бы в испании норвегии вот я живу сейчас на две страны да я я люблю юбки я люблю платье я когда иду я понимаю что на меня смотрят только потому что я кроме всего там все мы себя любим потому что я в юбке либо в платье потому что все женщины все девушки они в штанах и в брюках так вот я разделяйте эти понятия жизни да и на уровне подсознания на уровне подсознания когда у вас не носите брюки надеваете брюки когда вы покупаете брюки это означает что вы получаете информацию о каком-то социальном аспекте вашего поведения то есть вы что-то будете делать как мужик вот это вот я иногда выражаюсь некрасиво но я специально оставляю фразу такой как мы привыкли ее использовать в обиходе для того чтобы вы хорошо запомнили с одного раза чем сравнивать эту символику что говорит подсознание это значит когда женщина залезла в брюки когда она стала делать что-то как мужчина либо работу мужчины это могут быть даже вот когда женщина получает должность она скорее всего увидеть себя в деловом костюме и она будет в брюках они в юбке понимать почему потому что она больше будет из себя доставать своих способностей пользоваться ими проявлять их как мужчина вот это значит что она может руководить это значит что она будет принимать решение когда многое будет зависеть от нее она же не сможет там инфантильные бы дают такой девочкой девочкой надо будет быть как мужик надо будет понимать что на тебе ответственность ты эту ответственность несешь и не только за себя но из-за других это есть аспект мужской в социальном плане когда снятся брюки это об этом и говорит то есть другими словами вам что-то придется делать как мужчина поступать как мужчина либо принимать решение либо взять на себя ответственность как мужчине то что 10 метров это символ времени но это символ времени никогда это сбудется а сколько это продлится 10 либо 10 месяцев либо 10 лет ну если честно чисто интуитивно кажется 10 лет вот то что вы будете делать как мужчина 10 лет теперь вспоминайте вам нравились эти брюки или нет Может, вы были удивлены, может, вы были в ужасе, потому что, когда предчувствие хорошее, вообще ориентируйтесь всегда на эмоцию. Если вы видите события будущего, если вам было приятно, это значит, что то, что произойдёт, можете вообще не, ну, как сказать, даже если вам кажется, что это будет для вас сложно, но во сне вы словили эту положительную эмоцию, это значит, что ваша жизнь к лучшему изменится из-за этого события. Учитывайте это. На кухне у меня дома знакомая повесила картину с рыбами. В углу я увидела паутину чёрную, потом пришло много людей, мои сослуживцы, мне было неловко из-за паутины. Давайте так, всё, что связано с паутиной и с пауками, ну, понимаете, как здесь может быть два варианта в вашем случае. Во-первых, пауки – это всегда какие-то люди, которые плетут интриги, интриганы. Вот, то есть это те люди, которые говорят одно, делают другое, в уме держат третье, которые однозначно будут вас запутывать в чём-то, но это будет ради достижения их целей. Они впутывают вас в это. Может быть, вариант, что вам будет как-то неловко из-за того, что увидели, что, ну, допустим, у вас как непорядок какой-то, да, в доме либо в семье. Но здесь больше всё похоже из-за того, что сослуживцы пришли. Больше всего похоже из-за того, что люди на работе узнают, что вы либо замешаны, либо участвовали вот в каких-то таких планах, когда говорят одно, а делают другое для достижения каких-то целей. Вот это здесь может быть. То, что знакомая повесила картину с рыбами. Картины – это то, что человек воображает. Когда люди рисуют во снах, либо сами пишут картины, да, это считается, что вы увидели их намерение, потому что любому действию в физическом мире предшествует мысль. То есть человек, ну, если он, как он сделает? Он подумает сначала об этом. Во снах вот это подумает, планирует, хочет, мечтает. Оно может быть видно через картину. Вот. Картину это принесла эта знакомая. Значит, это её намерение. Рыба, как мы уже говорили в первом комментарии, в данном случае будет указанием на, скорее всего, прибыль. Это, получается, это желание этой женщины возле вас заработать. И дальше связка коллеги. Коллеги узнают, что у вас паутина. Это значит, что, видите, причинно-следственная связь – это то, что событие, которое рядом происходит. Женщина, которая хочет заработать каким-то образом через вас, она будет либо обращаться к вам, либо через вас попытается попасть в ту область, где вы зарабатываете деньги. Но коллеги узнают о том, что какие-то вы как плели интриги для того, чтобы осуществить свои какие-то намерения. И вам будет из-за этого неудобно. Никакой вот прям такой глобальной ужасной ситуации я не вижу, но вам будет неудобно. И вот то, что коллега, ой, эта женщина своего чего-то добилась, тут не видно. Того, что вы получили от этого какой-то профицит, тоже не видно. А вот то, что вам неудобно будет из-за всей этой ситуации, видно. Поэтому просто подумайте, когда кто-то будет у вас просить помощи, чтобы ему заработать, но воспользоваться либо вашим служебным положением, либо тем, где вы работаете, имейте в виду заранее. Вот в данном случае не получится. И вы еще попадете как бы в просаке неприятную ситуацию. В неприятную ситуацию. Вот поэтому, если вы действительно ей хотите помочь, вам надо как-то пропустить этот период и попозже этим заняться. Потому что сейчас ничего путного из этого не выйдет. Скажите, пожалуйста, как понять, вещи сон или нет? А это вот то, что я говорила про то, как определять, как разделять и как для себя понимать, о чем вы видели сон. Сон о прошлом, о настоящем или о будущем. Я сейчас еще раз повторю, только уже с учетом вашего вопроса. Вещи сны мы привыкли называть, и я не меняю пока это определение. Это уже больше понимают все люди, которые давно на проекте. Мы называем это проекциями будущего. Когда вы видите во снах проекции будущего. Потому что в физическом мире все происходит медленно. И оно никогда не происходит вдруг. Для того, чтобы что-то случилось в физическом мире, материальном, этому предшествуют сотни, тысячи, десятки тысяч разных ситуаций, маленьких, больших, глобальных, локальных в мире. Вот все, что происходит, это огромная паутина. Причинно-следственных связей. Из-за людей, из-за обстоятельств внешних, из-за поступков человека, который сам вовлечен в ситуацию. И на ментальном уровне во сне сновидящие видят, какие проекции будущего могут быть. Когда проекция нестабильна, это называется нежесткими символами. То есть вы видите в ней, что могут быть варианты разные. В зависимости от принятия решения. Когда что-то уже случилось, когда количество перешло в качество, и ситуация становится на уровне проекции стабильной, вы видите жесткий символ, что ситуация произойдет. Поэтому сновидящие знают, что многое можно изменить заранее, если понимают сон. Никогда не бывает так, чтобы что-то вот резко произошло. Этому предшествует много всего. События, решений, поступков, времени и так далее. Поэтому, когда вы видите событие, любое, особенно важное какое-то, вы видите то, как оно развивается. И если оно вам не нравится, вы можете его еще менять, пока нет жесткой проекции. События будущего, проекции будущего, которые видны в вещах снах, это то, чего вы еще не переживали. И еще раз повторяю, есть три категории снов. Когда вы просыпаетесь, вы должны понять, вы уже это видели или нет, по ощущениям, по логике сна, по схеме сновидения. Потому что то, что вы переживали, вы это можете уже определить. Это уже было с вами. Можно видеть сны о прошлом. Тогда, когда вы какую-то ситуацию не можете переварить. Эмоционально, ментально. Вы можете видеть сны о прошлом. Они снятся либо редко, либо начинают часто сниться, тогда, когда вы очень сильно зацикливаетесь на том, что произошло, но никак не можете это от себя отпустить. По разным причинам. Дальше. Вторая категория. События настоящего. Это мы называем ментальным повтором. Вы вчера что-то эмоционально зацепили, вас тронуло это. Тронуло. Ну, затронуло. Эмоционально зацепило. Ментально, эмоционально. Вы об этом думаете. Об этом беспокоитесь. Либо вы пребываете в этом состоянии эйфории, если это что-то классное. И вы ментально это повторяете во сне. Вы можете это определить. Вы же помните, что вчера было. Еще бывают ментальные повторы, когда вы за что-то беспокоитесь. Например, вам когда-то спалил парикмахер волосы, и вам надо идти снова к парикмахеру. И вы за это беспокоитесь. И вы можете увидеть это во сне. Вот вы начали беспокоиться, потому что вы договариваетесь или планируете идти снова к парикмахеру. Вам может... Вот это... Это ментальный повтор. То же самое, как человек, который ложится на операцию. Целую неделю думал, как пройдет операция, не пройдет, удачно, неудачно, соглашаться, не соглашаться, начинает это видеть во сне. Вы можете определить, что это ментальный повтор, потому что вы накануне об этом думали. Можете. Что такое сны о будущем? Когда вы видите ситуацию, в которой вы не были. И в которой вы видите события. Это тоже... Это легко определить, если откинуть первые два варианта. То есть методом исключения. Потом, когда появляется этот навык, уже легко определяют, что это будущее. Потому что все остальное это то, что вы уже узнаете. то, что уже было. Вот так определяются сны о будущем. И еще это то, что я говорила в прошлом эфире, но, наверное, здесь стоит упомянуть, повторить это снова. Есть сны, в которых вы видите состояние, а есть сны, в которых вы видите события. Состояние это вот это пошел, кажется, что опоздал, но не опоздал. Кажется, что не можешь собраться, но никуда тоже ничего таки не сделал. Вроде как все прокатило. Из-за того, что не смог не собраться, все равно никуда не уехал. Когда где-то ходят, не могут найти выход, или все серое, вот ходят, ходят по улицам, или ходят, ходят по дому, или состояние. Состояние. То есть эмоциональное и ментальное состояние. А событие это конкретное событие, когда что-то случается, активные какие-то действия. Вот надо понимать, что сны, состояние, это вы в каком-то состоянии застряли. Даже если это ближайшее будущее. А сны события, это когда в них что-то конкретное происходит. Друзья, у нас на сегодня уже время нашего эфира закончилось. Я еще раз вам напоминаю и жду вашу обратную связь. Я планирую перенести прямые эфиры на наш канал в YouTube. И в Instagram я просто буду давать анонс, когда я буду выходить в YouTube в прямой эфир. И, конечно, я дам тогда везде ссылку в актуальном, в шапке профиля, чтобы всем было удобно. Вот. На сегодня прощаюсь. Всех обнимаю. Всем было рада. Всем пока. Ваша Виктория.